Я загораживаю, все видно? Да. Окей. Соответственно, мы сегодня приступаем к новому курсу, курсу эстетики на примере современной архитектуры. Это курс, который я еще не читал. Это курс новый абсолютно. И самое важное, что вы должны понимать, что речь пойдет не об истории искусства, это не история архитектуры, а именно курс эстетики на ее примере. Мне важно показать, как эстетическая методология работает в любом виде искусства. И чем оно дальше от слова, тем, наверное, даже интереснее и важнее для вас, потому что к искусству слова вы уже за определенное количество лет обучения привыкли. До кого? В наши дни можно 100% сказать, что именно архитектура является самым легко воспринимаемым массами видов искусства. То есть, чем выше инновация в области архитектурных объектов, тем это воспринимается не с большими штыками, не отторгается, так скажем, среднестатистическим субъектом, а принимается, наоборот, на ура. Такие работы авангардистов в области современной архитектуры, как Рэм Конхас, Фрэн Кугель или Заха Хадид, это наиболее радикальный авангард в этом виде искусства, тем не менее, именно эти образцы творчества этих гениальных авторов воспринимаются широкой аудиторией, очень позитивно и очень быстро становятся фактически культовыми объектами. Чего нельзя никак сказать о многих других видах современного искусства. Впрочем, так было не всегда. Если мы посмотрим первую половину XX века, то у архитектуры не было такого приоритетного положения. И многие инновации того же Ле Корбезье воспринимались в прямом смысле слова «в штыки». Ну, в частности, в эпоху раннего сталинизма, когда его знаменитый Центр Союзов, который ему заказывало советское правительство, был всячески высмеян и, в общем-то, не воспринимался столь же позитивно, как сейчас воспринимаются образцы. Значительно более радикальные для своего времени, чем эта постройка Клубезья. В чем здесь нужно искать ключ к направлению? Дело в том, что в течение XX века постепенно у обывателя теряется доверие к автору. Появляется такой тезис, он ходит по умам, «я тоже так могу». Человек, который может подобрать там три аккорда на гитаре, уже провозглашает себя композитором, музыкантом. Человек, который может срифмовать «Любовь и морковь», уже провозглашает себя поэтом. Или человек, который может нарисовать рожицу, которая едва отличима от колеса автомобиля, уже провозглашает себя художником. Везде слышится «я тоже так могу». Понятно, что на самом деле это не так. И ничего этот обыватель не может. Более того, даже если предположить себе такую картину, что эти люди действительно бы смогли создать аналогичные произведения искусства, как у Боллока, Беккета и Орхала, то это же не значит, что они станут равновеликими с Беккетом, Орхалом, Олоком. Они просто создадут еще одно произведение того же Олока, Орхала или Беккета. То есть нужно понимать, что автор – это не только то, что он делает своими руками. Автор – это концепция. В Средние века это принимали даже намного лучше, чем мы, где произведения просто по аналогии приписывались к тому или иному известному автору. Если бы на него похоже, значит, это его. Вне зависимости от того, когда оно было создано, это уже в меньшей степени интересовало. Ну, сейчас это понимают значительно пуже. При том, что, думаю, очевидно, что какая-нибудь живопись монументалистов никогда вручную не исполняется и почти никогда о самим авторам. То есть он лишь концепт создает, а реализует уже это конкретные рабочие. То есть автор и произведения должны быть разъединены для более точного понимания. Если мы разъединим автора и его произведения, то окажется, что все, что человек действительно сделает то же самое, как Павлок, как Доджи Орхол или кто угодно еще, это будет всего лишь произведением этих же авторов. Так и вот. Тем не менее, в архитектуре этот вопрос вообще не поднимается. Я тоже так могу. Вот такая мысль, как правило, омывателю в голову не приходит. Потому что архитектура наиболее наглядно демонстрирует свою техническую составляющую. Понятно, что в музыке есть то же самое. Искусствоеды могут спорить об особенностях архитектоники того или иного музыкального произведения. Но, если в архитектуре просчет в области архитектоники обернется реальным разрушением здания, что видно на каждом, то прорисание формы в области музыки симфонической или прорисание формы в живописном полотне в общем-то видно только специалисту. По этой причине, чем более оригинальна архитектурная постройка, чем в большей степени она неустойчива на вид, естественно, а не по ее характеристикам, тем в большей степени она вызывает восторг со стороны обычного зрителя, наблюдателя. Естественно, восприятие таких построек профессионалами и непрофессионалами различно, совершенно различно. И я попытаюсь за этот курс вас научить тому, что Питер Эйзерман называл «пристальным чтением». То есть он читает на полном серьезе, это крупнейший архитектор, что архитектуру нужно читать. Это текст, для него это книга в полном смысле этого слова. И мы попытаемся с вами рассматривать здания не так, как это модно, а в журналах или в таких книгах, которые сейчас, например, возобновили эту серию «Великие архитекторы», да, можно где угодно купить, продаются альбомы относительно недорогие по разным архитекторам. Но там это рассматривается исключительно с эстетической точки зрения, в том смысле красиво-некрасиво. Так вот, я попытаюсь вас отказаться от такого подхода к архитектуре, и мы будем рассматривать архитектуру именно как вопрошание, как постановка актуальной проблематики. То есть смысл великих произведений искусства всегда был в этом. И если мы позиционируем архитектуру именно как вид искусства, а не просто как строение, которое может быть удобно, неудобно, красиво или некрасиво, тем не менее, если мы мыслим архитектурой именно так, то это, в общем-то, искусством не может являться. Поэтому для первой нашей лекции я выбрал весьма интересную фигуру. Это фигура Питера Айзенмана. Почему именно он? Для того, чтобы всегда очень непросто показать, что искусство и философия взаимоперетекающиеся явления. Очень часто можно услышать, что теория искусства и практика искусства это вещи две совершенно раздельные. Что, в общем-то, теория искусства это просто разглагольствование на тему. И что если бы не было самого искусства, в общем-то, теории искусства было бы делать нечего. Что это, в свою роду, некая парадитирующая единица, которая просто, ну, может быть, популяризирует в лучшем случае. Собственно, созданные великими произведениями. Так вот, я очень часто ссылаться буду на своих лекциях на различных современных философах, демонстрируя взаимосвязи между историей мысли и историей искусства. Но всегда встает вопрос, а насколько это правомощно? Так вот, в случае с Айзенманом этот вопрос не встает. Потому что это не просто величайший архитектор наших дней, но это очень крупный мыслитель, философ, который пишет значительное количество работ, более того, тот, который сотрудничал с целым рядом известных, крупнейших, я бы даже сказал, философов 20 века. То есть, для Айзенмана архитектура, это прежде всего идея, а не просто постройка, в которой можно жить или играть в какие-то игры, он строил стадионы знаменитые и так далее. Дело в том, что на самом деле очень сложно работать в области искусства действительно с чисто философскими категориями. Дело в том, что если мы возьмем просто какие-то идеи из области философии и попытаемся их притворить в своем произведении, то на самом деле это, как правило, закончится провалом. Потому что это будет всего лишь экстраполяция чьих-то мыслей в более широкий контент. Ну, предположим, там ранний Бодрия активно критиковал пространство, которое изменяет саму динамику помещения, то есть мебель-трансформеры. То есть теперь там раскладывающиеся кровати, раздвижные столы и так далее. Если мы действительно эту идею притворим в новом каком-то помещении, его оформлении, то ничего, собственно, философского в этом не будет. Это просто будет реализация определенных идей в том или ином контексте. Для того, чтобы произведение искусства состоялось именно как философское произведение искусства, из текста мыслителя нужно извлечь не вербальное описание, а саму точку зрения. И перенести эту точку зрения в наше произведение искусства. Это предельно сложная операция. Именно этой задачей на протяжении своей жизни занимался и продолжает заниматься Петер Айзенман. Он ныне живущий, ныне здравствующий. Для Айзенмана архитектура это та плоть, которая может превратиться в слово. И наоборот, слово, которое может вновь стать плотью. Я уже говорил, что он сотрудничал с крупнейшими философами, но прежде всего это Жак Деррида, более крупную фигуру второй половины 20-х века сложно найти, это лидер деконструктивизма. И по большому счету все, что Деррида сделал в области философии, Айзенман делает в области архитектуры, не дублируя Деррида. В последние годы Айзенман активно увлекается еще и философией Жиле-Деррида. Это будет наглядно мной продемонстрировано на следующей лекции. И Айзенман сам является очень крупным философом. Нам повезло в России, особенно в этом году, потому что одна из важнейших книг Айзенмана, новая книга, книга 2008 года, вот-вот была переведена в этом году. То есть сейчас она есть в продаже. Совершенно уникальный текст. Понимаете, книги по архитектуре можно поделить пополам. Первый из них блок, где делается акцент исключительно на эстетической составляющей. То есть описывается, насколько это вот красиво. Описываются различные фасады, различные решения, описывается история создания какого-то произведения. Эта книга не такого плана. Есть другого плана тексты. Тексты сугубо узкопрофессиональные, в которых показаны расчеты, графики, чертежи. Это в наибольшей степени интересно архитекторам. Но ни у меня нет такой специальности, ни, наверное, ни у кого из вас. Поэтому это интересно специалистам узкого права. Эта же книга редкий пример именно философии архитектуры. Человек пытается научить читателя мыслить пространством. Как вы должны мыслить словом, композитор должен мыслить звуковой тишиной и балансом. Айзенман пытается научить читать пространство. Естественно, архитектор именно с ним работает. Он работает не с камнем. Он работает с канализацией пространства. С его продвижением, изгибами, изломами и так далее. Поэтому в каком-то смысле можно сказать, что Айзенман ваш коллега. Он и критик, и теоретик, и журналист. Очень много видеоматериалов с ним в сети есть. Но не на русском, на английском языке. Сегодня же я хотел показать всего одно произведение этого автора. И одно, и единственное. Зато с разных сторон. Чтобы научить вас подходить к архитектуре совсем с другой стороны. С стороны, возможно, необычной, но со стороны, с которой она действительно превращается в произведение искусства. И для того, чтобы это продемонстрировать, я выбрал произведение относительно новое, Айзенмана. Оно уже создано в 21 веке. Но было закончено в 2005 году. Это произведение находится прямо в центре Европы, в Берлине. Это мемориал жертв Холокоста. Очень известный объект. Объект многократно обсуждаемый. А сегодня мы попытаемся его раскрыть. Но если не полностью, я думаю, это у нас не удастся, то, по крайней мере, достаточно объемно. Первое интенсивное впечатление от этой работы, что мы видим огромное поле, которое уставлено граммами. Собственно, в этом смысле показательно весьма место, выбранное для мемориала, потому что вот на заднем плане, за бежевым домом, отчетливо виден рейхстаг. Правда, он уже с новым куполом, восстановленным Фостером. О Фостере мы тоже, наверное, поговорим через пару лекций. Тоже фигура весьма интересная, селитарных архитекторов. Так вот, первое впечатление, что идея достаточно простая. Власть и жертву власть. Столкновение в едином пространстве. В едином пространстве центра Берлина. Но, понимаете, если бы речь пошла не об Айзенмане, наверное, бы можно было удовлетвориться в какой-то интерпретации, которая, в общем-то, поверхностно и напрашивается сама собой. Но, для Айзенмана, который всю жизнь работал с нестандартным взглядом на архитектуру, такая интерпретация, ну, окажется просто несостоятельной. Так вот, для того, чтобы приблизиться к пониманию этого памятника, придется поработать и именно с нашим взглядом на него. И, как мне кажется, именно в этом и есть конструктивная идея самого автора. Из-за того, что мы менять будем взгляд, будет меняться и сам памятник, и то, на что он будет намекать. Немного отвлекусь в сторону и расскажу о феномене изменения взгляда на трехмерные объекты. Наверное, впервые и наиболее отчетливо это проявилось в скульптуре, а не в архитектуре. Там даже есть такое понятие «круглая скульптура». Ну, круглая скульптура, она не круглая, да? Это та скульптура, которую можно обойти со всех сторон. Она предполагает круговой обзор, круговой осмотр. Так вот, эталон круглой скульптуры, когда каждый у нас шаг вокруг нее, то есть перемещение нашего взгляда, изменяет ее в мелких деталях. То есть каждый шаг изменяет оттенки смысла, которые мы считываем с этой скульптурой. Поэтому, только обойдя ее целиком вокруг, мы можем сказать, что мы восприняли этот памятник. Ну, достаточно простой пример из нашей московской столицы – это вот пойти к памятнику Ленина, который стоит у трех вокзалов. Это Александр Павлович Кибайников. Памятник создан уже в послевоенные годы. Чем он уникален? Ленинов у нас много, советского человека Ленина не удивишь, они до сих пор стоят, где только не стоят. Но этот не снесли. Что даже показать? Дело в том, что мы видим, как от спины Ленина отходит своего рода стена, которая переходит, собственно, в необработанный камень. Если мы будем совершать круговой обход этого памятника, будет казаться, с одной стороны, как подобно спирали из неодушевленной материи рождается живое слово лидеров на литарской революции. С другой же стороны, мы видим, как этот же самый Ленин с некоторых рабовцев, кто опирается на этот памятник, на вот эту стену, это своего рода, можно сказать, что он опирается на массу материи. Да вот она, идея диалектического материализма. С другой же стороны, и с некоторых сторон, кажется, что это уже не материя, а именно строго выверенная стена. Что и стена? Это народный масс. Это массы, которые являются опорой его идеи. На самом деле, скульптура очень интересна. Она именно диалектично, строго максистском прочтении этого термина. И это круглая скульптура. Но для скульптуры это, в принципе, не такая редкость. Да, у большинства хорошо созданных скульптур при каждом перемещении относительно нее дают разные разное ее прочтение. Значительно реже это бывает в крупных объектах. Так вот, архитектурные объекты Айзенмана функционируют именно таким образом, как круглая скульптура. То есть, каждый новый взгляд дает совершенно разное прочтение. В современной философии подобный метод, а это именно метод, называется параллаксное видение. Этот метод введен знаменитым автором, слабоем Жижиком, который эксплуатирует его очень и очень активно. Что такое параллакс? Это изменение объекта в связи с изменением нашей точки его осмотра. Но, предположим, вот есть маркер. Нам только кажется, что этот маркер, как его не вращай, все равно будет тем же самым. Если выбрать вот такой вот ракурс, точно засняв его фронтально, крайне маловероятно, если мы не видели его до этого у меня в руках, что по фотографии мы даже поймем, что это принципы маркер. Значительно страшнее предположить, что этот маркер сразу же явится нам со всех своих сторон. Вот тогда мы его точно не узнаем. Вот как бы идея Жижика основная в том, что нам только кажется, что мы воспринимаем и знаем объект как то, что доступно со всех сторон. Он всегда доступен с разной точки зрения и разная точка зрения на него по большому счету меняет его достаточно радикально. Теперь взглянем, применяя эту методологию, методологию параллаксного видения на мемориал Азенмана с высоты птичьего полета. Радикально меняется впечатление от этого памятника. Во-первых, видно, насколько он большой. Здесь больше двух с половиной тысяч плит. Причем они почти все разные. Логику их чередования и логику их возвышения и нисхождения очень сложно вычислить, особенно если вы находитесь в самом мемориале. Но сложно предположить, что вы все время его сверху туда смотрите. То есть он не для такого ракурса предназначался. Хотя и такой тоже работает. Что напоминает подобный лакуумс? Это уже не символическое прочтение концентрационного лагеря, а фактически буквально. То есть если вы посмотрите на подобные застройки с самолета, то они будут выглядеть именно так. Строго упорядоченные казармы. А если у меня нет самолета, я никогда не пойму, что хотел сказать автор? Здесь не предполагается то, что все ракурсы они и есть произведения искусства. Предполагается то, что с любого ракурса оно что-то говорит. То есть то, что я вам сейчас показываю не является правдой по отношению к тому, что я показывал до этого. все это правда. Больтого этих еще правцы уже успеем сказать. И даже успею надеюсь сказать зачем в этом направлении движется современная мысль. Сегодня я не успею посмотреть с глубины. Там есть еще одна секция где собственный мемориал под ним находится. Но и тот ракурс тоже дает весьма эффектные виды и весьма эффектные смыслы комментирующие это произведение. Так вот получается с высоты птичьего полета это действительно объективированная форма собственно этих казавр. Более того не нужно обладать самолетом чтобы закручить вот такой вид потому что как вы знаете памятник сам делает не архитектор архитектор выполняет чертежи и делает макет. Так вот макет естественно хранится он существует он выставляется в музее выполненный самим автором и макет то мы увидим как раз именно с этой стороны правильно именно сверху потому что он не значительный по размерам если успеем я его покажу у меня есть фотография макет если же мы снизим нашу высоту и приблизимся к этой постройке то она превратится из застройки военного типа именно застройки по типу концентрационных лагерей она превратится скорее в современную застройку по типу витонных джунглей современных городских джунглей видите это похоже уже на дома вот где-нибудь на манхетане да так вот отсылка к современности на самом деле здесь не случайна для того что если бы это был именно мемориал памяти какого-то исторического события никак не связанный с нашим настоящим то это бы произведение не выходило за рамки обычных официальных построек где нужно что-то из области истории зафиксировать в камне еще желательно даты выбить да произведение искусства всегда обращается к настоящему оно не может просто обращаться к прошлому если оно обращается к прошлому то это делается сознательно и зачем-то и это само обращение демонстрируется настоящим естественно же так как сам айзенман активный сторонник психоаналитической методологии то все что я вам сейчас показываю и дальше буду показывать это в принципе методология психоанализа на ней же и стоит и слава и жижик в лакановском изводе для его методологии ключевая фигура это Жак Лакан один из важнейших мыслителей второй половины двадцатого века для кого подобный взгляд описывания петли с ближайшими ассоциациями или точнее как это называется психоаналити амплификациями глубинной психологии и есть один из методов чтения пристального чтения архитектурного объекта мы посмотрели этот объект внешне но как говорил другой выдающийся наш современник тоже архитектор сантьябрного трава архитектура это скульптура в которую можно зайти и пока мы не зайдем внутрь этого объекта новые смыслы для нас останутся по большому счету закрытыми как свидетельствуют современные психологи этот объект оказывает на самом деле колоссальное воздействие над посетителей представьте себе что плиты поначалу они достаточно низкие и не мешают ни проходу ни обзору чем дальше мы погружаемся в этот бетонный лабиринт ассоциация с лабиринтом здесь одна из первых которая возникает при посещении его тем в большей степени мы попадаем в очень причудливое пространство идти вдвоем нельзя слишком узкими становятся эти проходы нужно только последовательно идти и нет никакой предсказуемой логики в оппульсации возвышения этих плит их нисхождение то есть когда мы попадаем в центр а это очень объемная постройка как вы видели мы не знаем в какую сторону нужно двигаться чтобы эти плиты стали нисхать нам может казаться что туда они постепенно понижаются на самом деле это обман зрения и пройдя туда они будут лишь спуститься чуть-чуть и начнут подниматься еще выше то есть человек уходит от своего обыденного окружения и попадает в этот лабиринт в контекст который ему мешает увидеть свой город стены становится выше чем сам человек взгляд полностью пресекается и люди испытывают реально чувство ужаса а многие психологи описывают это как очень сильная форма отчуждения то есть там нет такого человека который попав туда хотя бы на мгновение не почувствует себя очень-очень неуютно очень дискомфортно сквозные проходы каждый раз когда мы подходим к которому мы не знаем мы можем столкнуться с идущим с той стороны и сплошной камень который полностью перекрывает нам взгляд нам остаемся один на один даже не с камнем камень там теплый а с железобетоном то есть в данном случае это произведение демонстрирует тотальный предел это не только лабиринт но это и предел смерти ну вот это вход в лабиринт здесь человек выше чем эти каменные плиты и наконец сами эти коридоры как видите они выглядят достаточно устрашающе приведу цитату чувство незащищенности возникающая на пересечении сквозных коридоров поднимало душеволны стыгаха и тревоги это цитата из книги Колина Элорда среда обитания не могу сказать что это прям очень глубокая книга но по архитектуре это отдельно специально это книга которая на всех языках продается в огромном количестве в принципе книга достаточно интересная но в сравнении конечно же с философскими исканиями Азерман ну значительно более простая она рассчитана на широкую читателя на массу читателя есть кстати и на русском языке еще одна амплификация кроме лабиринта и стены собственно стены смерти это график ну вот видите как выглядит с некоторых сторон этот объект ну или как выглядят графики вы себе представляете все они что-то обозначают они же наделены определенным смысловым причем именно не символическим а знаковым содержанием они означают в прямом смысле слова и здесь это тоже своего рода знаки представьте себе что это предположим продолжительная жизнь людей кому-то она отверена больше кому-то меньше кому-то совсем мало да кто-то в приклонном возрасте здесь погиб и тем не менее в общей массе они складываются в обезличенную совершенно колоссальную волну в которой мы уже не можем отдельно этих элементов считывать они охватывают собой по сути все человечество это с высоты птичьего полета нам кажется этот памятник обозрим когда мы подходим к нему он таким не кажется он очень большой с другой стороны эти же графики можно прочесть как некий вклад как некая значимость да у кого-то она одна у кого-то другая и получается что все в совокупности они объединяются в то что и является нашей инсистенцией реальностью он очень сильно пульсирующий здесь очень плохо это видно это очень хорошо видно на его макетах это именно волны он очень-очень неровный более того изначально была выбрана площадь которая не выравнивалась то есть это холмистая местность и если мы посмотрим с определенных ракурсов я вам в конце покажу видно что они не перпендикулярно стоят они стоят еще отклоняясь в одну другую сторону исходя из отклонения самой земли это именно волна перекатывающаяся волна и понимаете это можно обыграть по смыслу с одной стороны это тот концепт толпы который муссируется едва ли не каждому зрительству 20 века когда отдельно взятые индивиды складываются в народную массу а с другой же стороны это можно прочесть в контексте философии Ролана Барта о письме то есть не существует больше авторов начиная середина 20 века существует понятие письма письма которое выражает себя через автора письмо эпохи у кого-то такой вклад у кого-то побольше у кого-то поменьше кто-то сам этот но все это есть лишь частные случаи саморазворачивающегося письма самой эпохи которая в каждую конкретную эпоху совершенно различна то есть само понятие автора у Ролана Барта стирается а такой мыслитель как Айзенман не может не знать Ролана Барта даже предположить грамольная такая не может возникнуть и здесь я хотел бы вам привести в пример сон Джона Присли который цитирует Эдвард Эдингер в своей книге Анатомия души это крупный юнгианский аналитик один из первых юнгианских аналитиков после самого мастера после того и устала юнга так вот этот сон весьма показателен и он к этому архитектурному объекту как мне кажется имеет весьма близкое отношение что увидел этот писатель во сне Джон Присли ему сначала показалось что он стоит на башне и наблюдает за полетом птиц сон был прекрасен он восхищался наслаждался и в один момент время ускорилось как бы по щелчку и он стал видеть как летящие птицы с них опадают перья и они падают когда они падают они уже фактически в скелет превращаются то есть они умирают время еще ускорилось и птицы которые только рождались тут же старели и разрушались сон стал превращаться в кошмар ночной после этого время еще раз ускорилось и он стал видеть как зерно смерти разрушает еще даже неродившихся птензов и это вызвало в нем страшнейшую агонию вообще удивительно что он не проснулся в этот момент но он не проснулся и после этого время ускорилось в последний раз и тогда грани между отдельными существами исчезли и он увидел просто пульсирующее белое пламя жизнь и вот тогда он думал что это и есть сама жизнь жизнь это не противоположенность смерти противоположность смерти это рождение а рождение и смерть входят в понятие жизни и вот эта пульсирующая резистенция жизни которую он видит за пределами рождения и смерти за пределами отдельно взятых существ она наделила все смыслом оказалось что все не бессмысленно все не прекращается смертью а это бесконечное трепещущее пламя жизни оно выходит далеко за пределы отдельно взятых жизни человека и вот этот памятник совершенно удивительный мне кажется очень близко подходит к этому сновидению потому что отдельно взятый это гроб но когда мы смотрим это при определенном ракурсе это красивейшие волны которые разливаются в самом центре Берлина это своего рода такая волна историй волна памяти которая увековечена в камне но в то же самое время это не просто волна по типу лепнева каждый наш новый взгляд новый ракурс изменяет поток этой волны то есть она реально трепещет она пульсирует в полном смысле этого слова о философии волны мы поговорим с вами в следующий раз потому что это очень важное понятие понятие складки и монетной волны для Жили-Дюлеса одного из кумиров Айзенмана то есть опять же не притянуто за уши это конкретно те идеи которыми он вдохновлялся для реализации своих архитектурных объектов сейчас же я бы хотел показать этот объект еще с одного ракурса и взглянуть на него под другим углом если обойти этот памятник вокруг то станет очевидным что плиты которые переходят в улицы они постепенно уменьшают экспрессию памятника и постепенно плиты превращаются фактически в каменную кладку мостовой они уходят в никуда они сходят на нету здесь это высоко достаточно сейчас покажу ну вот допустим и здесь я не могу не вспомнить о другом французском философе вы его все знаете по термину который он ввел это термин постмодерн его звали Жан-Франсуа Леотар так вот у Леотара есть очень глубокие рассуждения о памятнике о том что такое памятник и зачем его ставят так же как и сама идея постмодерна мне кажется в этом памятнике отражена блистательнейшим образом и о том что такое постмодерн с точки зрения Леотара это кризис метанарратива кризис сверхидей которая объединяла все остальные идеи ну там классический пример метанарратива для средневековой Европы это библейский текст это сверхтекст которым поверяются все остальные идеи и поверяются с помощью него вне зависимости от того научная идея практическая или религиозная так и вот постмодерн выступает против метанарратива он констатирует кризис но кризис не в том смысле что во что бы то не стало нужно восстановить метанарратив не только техническая но и то как я это вам демонстрирую каждый новый ракурс дает совершенно новое прочтение этого произведения и нет правильной формы прочтения если все это сводилось к некой единой правильной истинной форме прочтения этого произведения то мы вернулись собственно классической интерпретации классическому метанарративному порядку здесь же речь идет о разрушении любого метанарратива любая форма интерпретации этого произведения не скажу столь же истинная как и все остальные какие-то более легитимные какие-то менее но все они не сводимы какой-то одной концерции а вот это важно договор Леотарра я на самом деле вспомнил не только в связи с его концепцией постмодерна а в связи с его размышлением как раз о памятнике памятниках как мемориале у него есть такая работа на мой взгляд самая лучшая Хайбеггера еврея она называется несмотря на такое название там речь почти не идет не о Хайбеггере не о евреях совершенно уникальный халатовский текст который кстати есть в натурском языке в отличие от многих других работ Леотарра и эта вот работа значительно интереснее чем у его знаменитое состояние постмодерна которое почему-то получило широкое распространение которое сам Леотар ну так скажем достаточно сухо не отзывался не скажу не люблю это не совсем корректно но в общем ставил ее ниже других своих работ доказать Хайдеггер и евреев в этой книге он пишет что единственное что мы можем помнить это то что мы все время забываем что-то что каждый день наша память по крупицам ускользает от нас и более того ускользание это мы тоже теряем из виду так как оно замещается чем-то другим уже не связано с первоначальным опытом то есть память замещается неким представлением о памяти в таком случае что такое памятник это не стремление помнить а стремление забыть то есть памятник ставят не для того чтобы помнить о катастрофе а для того чтобы сбросить невыносимую ношу с себя и перенести эту тяжесть на камень который к сожалению помнить не может и в таком случае единственное что мы должны удерживать в своей памяти это идею о том что мы забываем что мы просто не способны помнить и каждый наш новый день по песчинке вымывает это наши воспоминания как о личных катастрофах так о катастрофах социальных в таком случае мемориал Айзенмана может быть трактован как памятник стирающихся воспоминаний когда мы находимся в самом центре этого памятника ну предположим там вот тут да или тут в центре событий они захватывают нас я уже рассказывал как описывают психологи то впечатление которое оказывается на этот момент находящегося человека там внутри но чем дальше мы приближаемся к нашему обыденному миру то есть к периферии этого объекта тем менее и менее массивными становятся эти объекты они постепенно стираются экспрессия памятника угасает то есть это своего рода как рисунок изображенный на берегу моря который постепенно вымывается водой от него уже фактически ничего не остается логика по краям та же самая то есть там где мы не видим там где нам кажется что большее пространство образуется но понятно что мы понимаем что просто эти же объекты ушли уже под землю просто в символическом уровне то есть эта же логика волны сохраняется но она вымывается 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 и переходит непосредственно просто вкладку наставай прошлое сдается под натиском настоящего и здесь это великолепно подчеркнуто тем что именно по краям этого памятника есть редкие посадки живое дерево которое растет уже на периферии этого памяти понятно что это жизнь не смерть но это жизнь которая разрушает эту память о смерти это нечто новое нечто иное и самое удивительное то что те объекты которые мы видели в качестве каменных гробов в качестве символов смерти здесь превращаются в функциональные скамейки вот оно стирающееся воспоминание которое переходит в обычную городскую жизнь где курсирует автобус где можно дойти до рейхстага обновленного с уже иной совершенной идеологией иным смыслом это просто скамейки для отдыха столь простая постройка на первый взгляд и сколь много можно найти в ней смыслов наполнивать совершенно разные экспрессии и при этом я же не анализировал даже планы понимаете если бы мы обратились к срезам планам этого произведения смысл бы оказалось несоизмеримо больше это просто поверхностный обзор одного единственного объекта который у нас занял почти весь урок это чтение архитектуры как произведения искусства если не читать таким образом произведения архитектуры то оно становится просто фактом реальности да або анонимным кстати это еще одно из свойств архитектурных объектов когда вы видите картину она всегда написана для вас кем-то большинство построек для нас анонимным мы их называем просто по самой постройке не указывая архитектором если вы знаете архитектор и его указываете это уже показатель определенной необычности да и определенного интеллектуального луга для нашего удивительно то что на самом деле это произведение имеет еще одну ассоциацию весьма наглядную весьма очевидную с самыми самыми древними как раз постройками человечества я вам сделал ракурс именно исторический как произведение действительно памяти жертв да полокоста с другой стороны я его показал как произведение отсылающие к настоящему дню и как в качестве стирающейся памяти и как в качестве негого символа новых джунглей джунглей каменных городских современного типа но обратите внимание это абсолютно абстрактное произведение здесь нет неплачущих матерей здесь нет злодеев и героев здесь нет всех тех атрибутов которые мы привыкли видеть на мемориальных постройках здесь даже нет там щита Давида шестикранной звезды здесь нет даже вечного огня зато здесь есть нечто совершенно иное нечто несоизмеримо больше это абстрактная конструкция отсылает нас к тем далеким временам когда люди впервые начинают использовать архитектурные объекты я имею ввиду эпоху каменного века в то время древние хорошо понимали что ценность произведения архитектуры не в том насколько она функциональна сами-то они жили в пещерах функциональность там была нулевая ценность определяется тем насколько мы можем много потратить на него времени и в пространство вот это самое ценное поэтому камни для древних мегалитических построек добывались не из ближайших город а из самых отдаленных именно затраченное количество сил было эквивалентом ценности постройки так вот теперь представьте себе что этот гигантский памятник Эйзенвана занял в самом центре Берлина колоссальную площадь площадь которая потрачена не на какое-то эстетическое оформительство в принципе с точки зрения банального красиво некрасиво это не красиво это красиво совсем в другом смысле это красиво в смысле как бывает красивый поступок оно литично оно неэстетично с другой стороны оно абсолютно лишено функционального значения но разве что некоторые отдельные уходящие землю камни на которых можно сидеть сам этот объект лишен функциональности сегодня как нельзя использовать договор это и есть по аналогии с самыми древними постройками своего рода плата плата нашим временем и пространством это своего рода такая память которая единственная наверное в нашем мире сохраняется чуть дольше всей остальной это рубец это насечение себе рубца это рубец на теле городской застройки который переначивает ландшафт этого города и это просто рана рана во имя воспоминаний как древние люди вырезали себе сначала рубцы во имя памяти потом это переросло в искусство татуировки которое изначально было скорее не украшательством а именно искусством памяти Арсный море и здесь это рубец на самой городской постройке так как естественно он обращается уже не к конкретному отдельно взятому человеку он обращается к самой эпохи и если все это суммировать и говорить о слове дать слово самому автору то я бы перефразировал его идею о том что архитектура не должна вызывать в нас чувство красоты или уродства более того архитектура не должна даже решать практические задачи на своем творчестве он это показывал блистательно когда кто-нибудь из его заказчиков покупал какое-нибудь совершенно потрясающее место с видом на море и заказывал ему особняк чтобы окна выходили на море но в общем в итоге он строил такой особняк чтобы там ни одного окна не было он говорит о том что архитектура призвана ставить проблемы а не их решать и только в таком виде оно является произведением искусства это работа с пространством которая ежедневно будет нам напоминать о каких-то проблемах которые мы не можем решить и которыми справляться должны мы архитектура эти проблемы не решит автор архитектуры на объектах может лишь их поставить сакцентировав на них наше внимание вот совершенно замечательная фотография здесь мы опять же видим каменные плиты азенмановской постройки и за ними красующееся здание рейхстага с обновленным куполом тоже совершенно потрясающий по символическому значению объект постеровский купол в рейхстаге и так как у нас есть совсем немножко еще времени я вам все-таки покажу фотографии о которых сегодня упоминал это планы и графики объекта здесь видно как волна прозревает по этому памятнику потому что здесь видно как он действительно по соотношению с ровным пространством будет выглядеть это холмистая местность и здесь видно скользко-хастичным является расположение этих линий по краям вот его макет о котором я говорил видите насколько это волнообразное пространство и здесь мы его можем увидеть с высоты течего полета не заполучая при этом какое-то эксклюзивное летательное средство вот как под ним вот собственно мемориал здесь написано кто страна и сколько человек и обратите внимание потолок выполнен противоположным образом не нужно думать что это те же самые мемори это сознательно сделано таким образом то есть это как бы взгляд из мира неживый здесь все выращено по праву там мы видели плиту здесь вогнутое пространство сейчас посмотрю будет это ну вот как это выглядит внутри очень неуютно ощущение и заметьте насколько неровно они стоят это не идеально ровно пространство что только на самом деле запутывает траекторию это не картизианское пространство поэтому в нем чувствуем себя еще более неудобно не та среда к которой мы привыкли и так скажем как говорит самое земное это картизианское пространство на которое воздействуют силы само понятие сил в него уже включено вот эта волна в реале на фотографии по отношению к человеку и вот вы видите как спроектирован подземный корпус он весь расчет идется не в метрах а в человеке эту идею предлагает идея модулора Ле Корбюзье в начале 20 века мерить не метрами метр ничего для нас не значит а среднестатистическим человеком тогда пространство будет человекоразмерным и я думаю не случайно одному то есть Ле Корбюзье удавалось построить с минимальным количеством квадратов удобное жилье этому удается добиться Питеру Аземану совершенно колоссального психологического воздействия на человека он мерит не метрами он мерит человеком в принципе так и так в следующий раз мы с вами поговорим о основных идеях с которыми выходит Аземану в мир искусства я их проиллюстрирую теперь уже на разных его произведениях не на одном сегодня у меня идея была показать как абсолютно абстрактный архитектурный объект может быть прочитан с точки зрения слова при этом прочитан корректно не просто по принципу того что нам видится если применить хотя бы одну из тех версий которую я сегодня излагал как единственную это будет страшная вещь понимаете то есть подобный метод метод амплификации работает только тогда когда они все легитимы являются их нужно удерживать в голове и описав круг вокруг этого произведения мы больше его поняли мы его не исчерпали мы просто больше его поняли есть у вас какие-то вопросы а почему волна ну то есть почему волны есть какое-то объяснение дело в том что волна или более точно складка которую Азиман заимствует из-за работы делеза посвященной лепеницу это неголословный его источник вдохновения дело в том что до делеза вся философия до 20 века зиждилась на понятие трансценденции то есть есть мир горний есть мир человеческий и представьте сколько нужно человечков чтобы стать богом нисколько между ними непроходимая граница ключевой фигурой для перехода в этой трансценденции являлась фигура Иисуса Христа который одновременно и бог и человек и поэтому она абсолютно эксклюзивна она абсолютно неповторима это является порталом между двумя этими мирами Гегель выстраивает эту концепцию по типу раб и господин где опять же это оказывается абсолютно непреодолимый предел между рабом и господином сколько нужно рабов чтобы стать господином то есть это невозможность Дириус на противовес трансценденции предлагает концепцию имманентного бытия которая естественно для него градации то важны он понимает что есть то что мы считаем божественным есть то что считаем в каждую эпоху отбросом культуры но он прочерчивает между ними волну то есть получается он связывает их волной имманенции и бытие оказывается взаимопереходящее то что раньше считалось сакральным слово сакер это однозвременно и священный и самое неплодное что только может быть если вы возьмете работу хомо сакер да агамбина то вы в этом убедитесь он это анализирует на примере римского права вот она волна где-то в середине находимся мы нам кажется что какие-то предельные высоты это что-то превосходящее нас но туда есть путь так же как какие-то бездны это всего лишь извержение этой волны вниз то есть делез заменил прямое картезианское пространство в котором работала не только наука сама самому мысль философов на пространство это же картезианское ровно на которое воздействуют силы и оно начинает изгибаться и изогнутая волна говорит нам не о том что оно приводит а о том в каких точках на него действуют силы вот в чем дело так что вот эта идея волны она для Эйзенмана особенно для позднего творчества наверное ключевым источником вдохновения является повторюсь если интересен первоисточник то это лекция Лебница Дереза есть еще какие-то вопросы есть вопрос не по лекции а по предмету как у нас будет выходить зачет по каждой лекции будет вопрос то есть устный экзамен думаю что да устный точно не письменный письменный но это не по на меня это я не люблю все эти лекции как вы понимаете будут размещены в сети ну то есть мы тянем билеты или просто вы сами задаете какой-то вопрос либо тянете это я обсужу с вашим как это у вас называется деканом куратор куратор с куратором точно вот сколько лекций я могу конечно какую-то лекцию поделить на пару но ничего выходящего за пределы а мне сказали что вам можно давать литературу я вам пару материалов опять же необъемных просто чтобы вы научились это еще делать самостоятельно вот и все ладно до следующего раза спасибо спасибо спасибо